История, которую я расскажу, случилась в 2012 году, относительно недавно. Это было унизительное наказание. На глазах у миллионов зрителей 8 человек стояли в стыде, отказываясь верить вердикту судей. После многих лет упорного труда, бесчисленных тренировок, несмотря на потраченные спонсорами огромные средства, 4 женские пары бадминтонисток были дисквалифицированы и удалены с Олимпийских игр. Какое же преступление совершили они, спросите вы? Они были дисквалифицированы, только не смейтесь, за то, что недостаточно старались. Недостаточно старались. Два китайских дуэта, один дуэт из Южной Кореи и один из Индонезии были безжалостно дисквалифицированы на играх 2012 года за то, что они, по словам вице-президента Международного Олимпийского комитета, не прикладывали максимум усилий, чтобы выиграть матч. Все претендентки прошли отборочные игры, затем они пытались, когда уже начинались матчи самих Олимпийских игр, они попытались слить свои матчи, скорее всего для того, чтобы попасть на более слабого соперника потом уже в турнирной сетке. Комичность ситуации в том, что взрослые тетеньки, спортсменки олимпийского уровня, никак не могли заставить валанчик перелететь через сетку. То есть они подавали, раз за разом теряя подачу. Они бьют ракеткой по валану, а он окаянный, как будто не из пробки сделан, а из камня какого-то или из свинца килограммового. Никак не хочет подлетать вверх. Они бьют, а он все время вниз падает. Они подают, а подача вообще не идет. Вот раз за разом через сетку не перелетает. Как будто у них силы кончились на предварительных играх, и теперь уже достаточно сильно ударить не получается. Проблема в том, что спортсменки даже не пытались изобразить недовольство тем, что теряли очки. Как будто так и надо играть всегда. Как будто это новые правила бадминтона. Попади валаном в сетку. Однако их невнятная игра стоила им надежд побороться за олимпийское золото. Они были с позором удалены с соревнований. К сожалению, мы нередко наблюдаем параллель этому в христианском мире. Спасение по благодати – это драгоценная истина. Однако многие люди успокаивают себя тем, что они спасены, даже не пытаясь прикладывать никаких серьезных усилий к богоугодной жизни. К таким людям, которые хотели продолжать грешить, прикрываясь знаменем «Спасен однажды, спасен навеки», апостол Павел обращает свой пламенный вопрос. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? До этого, в начале шестой главы послания к Римлянам, первые четыре стиха, мы с вами уже разобрали первый ответ апостола Павла на этот ложный довод, что якобы можно оставаться в грехе, потому что мы спасаемся не по делам, а по благодати. Павел говорит, нет, мы не можем оставаться в грехе, потому что мы умерли. В следующих стихах мы прочитаем вторую часть ответа. Мы не можем оставаться в грехе, потому что мы воскресли. Давайте прочтем четвертый, пятый стихи, послание к Римлянам, шестая глава. Четвертый, пятый стихи. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Здесь мы сделаем паузу. В этом тексте мы увидим три характеристики нашего духовного воскресения во Христе. Три характеристики нашего духовного воскресения. Давайте рассмотрим их. Во-первых, мы видим, что воскресение осуществляется Божьей силой. Воскресение осуществляется Божьей силой. Посмотрите на конец четвертого стиха. Мы с вами в прошлой проповеди остановились на начале четвертого стиха. И сейчас вот вторую половинку четвертого стиха прочитаем. «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца». «Христос воскрес из мертвых славою Отца». Как указывают толкователи, под «славой» в данном случае, несомненно, имеется в виду Божья славная сила. «Христос воскрес из мертвых славою Отца» – это значит, что славная Божья сила явилась в воскресении Иисуса Христа. Это как при воскрешении Лазаря. В Евангелии Атеанна 11 главе описывается, как Христос воскресил Лазаря. И до того, как это произошло, в 23 стихе Иисус говорит Марфе «Воскреснет брат твой», то есть он дает ей обещание, что он воскреснет. А в 40 стихе той же самой главы, когда он уже воскрешает Лазаря, он говорит ей о том же самом, как бы отсылая назад. Он говорит «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» «Воскреснет брат твой, не сказал ли я тебе, если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Бог показал свою славную силу, воскресив мертвеца из мертвых. Давайте попробуем представить себе, что означает эта великая сила. Давайте попробуем представить себе воскрешение Лазаря. Вот Лазарь заболел и умер, как мы читаем в Евангелии. К тому моменту, как Иисус пришел в их город, в Вифанию, прошло уже 4 дня со дня смерти. И вот Иисус вместе с Марфой и Марией, а также учениками и толпой народа приходит ко гробу. Поскольку Лазарь уже 4 дня находился во гробе, смерть уже полностью овладела телом. Тело должно было начать уже разлагаться. И Марфа указывает на этот факт, когда она говорит «Господи, уже смердит» в 39 стихе. Но несмотря на это взволнованное предупреждение Марфы, Христос отдает приказание откатить камень, заграждающий вход в гробницу. И затем он смотрит внутрь этой черной дыры, за которой была пещера с мертвым телом. И говорит как бы внутрь этой темноты. Он говорит «Лазарь, выйди вон». То есть выйди из этой гробницы, из этой пещеры наружу. Он обращается к мертвому телу. И тут происходит невообразимое. Мертвые клетки становятся живыми. Токсины удаляются из крови, кишечника и тканей. Холодное тело вдруг теплеет. Все химические процессы, которые идут в организме и снабжают нас энергией, снова запускаются. Землистая кожа розовеет. Остановившееся сердце начинает биться. Нейроны снова оживают электроимпульсами. Задеревеневшие мышцы снова становятся мягкими и упругими и начинают сокращаться. Душа возвращается в тело. И Лазарь выходит из гробницы. Это было невообразимое чудо. Люди, которые увидели, как Лазарь выходит из гробницы, наверное, могли считать себя счастливчиками. Они были в числе очень-очень ограниченного числа людей во всей человеческой истории, которые засвидетельствовали своими собственными глазами, увидели воскрешение мертвеца. Кто мог совершить такое? Только Бог. Никакой человек не мог бы этого сделать. Никакой маг, трюкач или иллюзионист не был способен совершить такое чудо. И никакой врач с самым престижным дипломом, годами образования и самой современной аппаратурой не мог бы дать жизнь умершему. А Иисус мог. И вот это действие Иисуса Христа, воскрешение Лазаря из мертвых, явило Божью славу. Бог обладает силой вдыхать жизнь в мертвое. Он обладает силой воскрешать. Дорогие друзья, точно такая же славная сила действует в каждом верующем, воскрешая его духовно. Как мы прочитали в нашем стихе, Римлянам 6,4. «Дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». И мы делаем акцент сейчас вот именно на этих словах. «Христос воскрес из мертвых славою Отца». Точно так же и наше духовное воскресение происходит славой Отца. Его славная сила является в воскрешении духовного мертвеца. То есть человек живет неверующий. Все духовные процессы в его душе омертвели. Он не имеет живой связи с Богом. Он живет сам по себе, как безбожник, как язычник в этом мире. Если он и вспоминает о Боге, то только тогда, когда ему это удобно. Он живет как нечестивый человек, угождая себе. И он не имеет жизни Божьей, пребывающей в нем. Библия называет духовное состояние всех людей от их рождения. Называет это духовной смертью. И людей называют духовными мертвецами. И царство, в котором они пребывают, называет царством смерти. Потому что духовно действительно они омертвелые. И сердце их Библия называет каменным, неживым. И разум их затемненным. То есть в нем царит тьма. И вдруг Бог из своего неведомого, духовного света, обращается к человеку и говорит, «Я есть, и я могу тебя воскресить. Я могу ввести тебя в царство света и радости, и вечной жизни, и спасения, и праведности». И человек видит этот свет. Этот свет загорается в его сердце. И Бог оживляет духовного мертвеца, делая духовно мертвое, духовно живым. Это происходит славной силой Божьей. Человеку это просто не подвластно. В послании к Ефесянам, 1 главе 19-20 стихи, говорится, Ефесянам, 1 глава 19-20 стихи, апостол Павел пишет, «И как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Здесь снова в послании к Ефесянам апостол Павел проводит параллель с воскресением Иисуса Христа. И он говорит, «Та же самая сила, которая действовала во Иисусе Христе, воскресив его из мертвых, та же самая славная, могущественная, державная сила Божья действует и на нас, когда Бог духовного мертвеца делает духовно живым». Фактически, дорогие друзья, каждый случай покаяния, настоящего покаяния, каждый случай обращения человека к Богу, каждый случай, когда какой-то неверующий становится верующим, это не меньшее чудо, чем воскресение Лазаря или воскресение самого Иисуса Христа, о которых мы с вами сейчас вспомнили. Поэтому, если мы пережили это в нашей жизни, то мы должны понимать, это произошло славной силой Божьей. Это великое чудо, не подвластное ни одному человеку. И если мы видели других людей, которых Господь воскресил к новой жизни, если мы видим церковь, если мы видим людей других, воскрешенных силой Божьей, дорогие друзья, мы счастливчики, потому что мы видим великую силу, славную силу Божью. В Филиппийцам 3 главе 10 стихе апостол Павел говорит, в Филиппийцам 3.10, «Чтобы познать Его и силу воскресения Его». Задумывались ли вы когда-то над этими словами? Силу воскресения Его. Апостол Павел не просто говорит, чтобы познать Его и воскресение Его, то есть, чтобы просто восхититься этим фактом, который произошел в истории. Он не просто говорит, что мы познаем, или он хочет познать, как Христос воскрес, и любоваться этим событием. Нет, он говорит, познать силу воскресения Его, потому что он понимает, что та же самая сила, которая воскресила Иисуса Христа из мертвых, та же самая сила наполняет жизнь верующего, та же самая сила делает нас духовно живыми и дает нам способность бороться с грехом. Сила воскресения Его. Дорогие друзья, подумайте, если наше духовное воскресение происходит Божьей силой, то неужели эта сила вдруг становится бессильной? Неужели эта сила вдруг останавливается, прекращает действовать? Неужели она бессильна, чтобы не только воскресить нас к новой жизни, но и очищать нас от греха вслед за нашим воскресением? Подумайте еще раз над этим доводом. Если наше духовное воскресение к новой жизни происходит силой Божьей, то неужели эта сила вдруг становится бессильной, чтобы не только воскресить нас, но и дальше очищать от греха? Конечно же нет. Она не становится бессильной. Вновь здесь действует тот же самый аргумент, с которым мы уже неоднократно сталкивались в пятой главе. Аргумент от сложного к простому, от более тяжелого к более легкому. Если Бог уже сделал более сложное, то Он не откажет и в более простом. Если Он уже воскресил нас к новой жизни, то тем более воскрешенных будет очищать. Поэтому, если мы смотрим на духовную жизнь с пессимизмом, если мы думаем, что это на самом деле маловероятно, или редко происходит, или почти что невозможно, чтобы люди менялись, или освящались, или отворачивались от греха, то это показывает фактически только одно, что мы не знаем силу воскресения Его, о которой как раз молился апостол Павел, помните, филиппийцам 3.10, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Вот эта сила, она славная, она могущественная, она действует неудержимо, делая духовно мертвое, духовно живым. И эта сила способна трансформировать и наше мышление, и нашу жизнь. Поэтому, дорогие друзья, у настоящего христианина, который знает силу Божью, обязательно будет оптимистичный взгляд на жизнь, оптимистичный взгляд на освящение, оптимистичный взгляд на борьбу с грехом, потому что в нашем распоряжении, если мы только пребываем во Христе, сила, воскресившая Иисуса Христа из мертвых, представляете себе? И вот это как раз подводит нас ко второй характеристике нашего духовного воскресения. Воскресение, как мы сказали, осуществляется Божьей силой, и вторая характеристика заключается в следующем. Воскресение открывает новую жизнь. Воскресение открывает новую жизнь. Наше духовное воскресение, наше рождение свыше, которое происходит при обращении ко Христу, открывает в нас новую жизнь. Посмотрите на конец четвертого стиха. «Так и нам ходить в обновленной жизни». Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, Его славная сила. «Так и нам ходить в обновленной жизни». Новая жизнь, которую открывает в нас Христово воскресение. Буквально здесь сказано, «Так и нам ходить в новизне жизни» или «обновлении жизни». То есть акцент делается на слове «новизна», «новый». У воскресшего началась новая жизнь. Как жизнь воскресшего Христа была следствием Его смерти за наш грех, так и наша новая жизнь является обязательным следствием нашей смерти для греха во Христе. Подумайте. Христос, умерев за наши грехи и воскреснув, начал новую жизнь. Он не мог остаться в прежней жизни, когда грехи еще давлели над Ним, когда груз наших грехов, груз грехов мира висел на Его плечах. Христос, умерев и воскреснув, не мог остаться вот в том прежнем. На Нем сейчас нет никакой вины за наши грехи. Он умер для этого греха и воскрес для совершенно новой жизни, в котором Он уже не несет никакого наказания. Он понес это наказание однажды. И когда Он умер, это наказание полностью совершилось. Искупление совершено, как и Христос сказал в Своих последних словах на кресте, совершилось и воскрес для новой жизни. Его новая жизнь является обязательным следствием Его смерти на кресте. Дорогие друзья, точно так же и наша новая жизнь является обязательным следствием нашей смерти для греха во Христе. Мы не можем умереть для греха и остаться в мертвости. Нет, вместе со Христом мы воскресаем. Уже воскресли, если мы верующие, если мы дети Божьи, к новой жизни. Наша новая жизнь является обязательным следствием нашей смерти. В чем же новизна этой новой жизни во Христе, спросите вы? На самом деле, Бог творит все новое. Во-первых, Библия говорит, что Бог дает нам новое сердце. Иезекииля 36, 26 Обещание нового завета, в который мы вошли через кровь Христа. И дам вам сердце новое. И возьму из плоти ваше сердце каменное и дам вам сердце плотяное. То есть, Бог дает нам новое сердце. Это подразумевает новую внутреннюю сущность. Меняется все внутри нас. Наши мысли, наше желание, наше понимание, наш взгляд меняется. Бог меняет нас изнутри. Он духовно мертвое делает духовно живым, дает новое сердце. Библия сообщает, что Он дает нам также новый дух. Иезекииля 11, 19 И дух новый вложу в них. Наш дух обновляется. Бог, как когда-то, Он вдохнул в Адама дыхание жизни и стал человек душою живою. Также Бог вдыхает в нас новую жизнь, дает нам новый дух, новый жизненный, двигающий нами принцип. Наша жизнь становится принципиально отличной от того, что было раньше, до обращения ко Христу. Римлянам 7, глава 6 стих. В Новом Завете говорит то же самое. Ныне умершие для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа. Бог обновляет нас изнутри, обновляет наш дух. Бог дает нам новую песню. Псалом 39, 4 стих. «И вложил в уста Мои новую песнь. Хвалу Богу нашему». Дорогие друзья, если у нас раньше были старые песни о главном, то теперь это остается в нашей прежней жизни. Теперь Бог наполняет наше сердце новой песней, хвалой Богу. В нашем сердце звучит новая волна, новое настроение. Мы желаем Бога прославлять. Бог дает нам новое имя. Откровение 2, 17. «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну и дам ему белый камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Побеждающий в книге Откровения это характеристика всех детей Божьих. Не некоторых из них, а всех. как Иоанн, тот же самый, кто написал книгу Откровения, но в своем первом послании пишет «И сия есть победа, победившая мир, что...» Вера ваша, да? То есть, всякий верующий побеждает мир. Кто побеждает мир, спрашивает Иоанн, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Это характеристика каждого верующего. Победа. И вот здесь вот он говорит «Побеждающему дам новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Имя – это характеристика отношений. Имя – это то, как Бог обращается к нам. И Он обращается к нам с новым именем. У Него новые отношения с нами после нашего воскресения духовного, после нашего обращения к Иисусу Христу. У Бога новые и особенные отношения с нами. Вот об этом свидетельствует новое имя. Также духовное воскресение дает нам новые желания. Колоссянам 3 глава 1 стих, Колоссянам 3.1. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего», то есть небесного, того, что на высоте, в горах, да, на небесах, где Христос сидит одесную Бога. «Если вы воскресли со Христом, то ищите небесного». Воскресение дает нам новые желания. Раньше мы не искали того, что в небесах. Мы не искали того, что в вечности. Не искали того, что относится к Богу. Мы искали своего, мы искали земного. Теперь воскресение открыло для нас новые желания. Если вы воскресли со Христом, если вы не воскресли, то, наверное, у вас не получится искать небесного. Но если вы воскресли со Христом, ищите небесного, где Христос сидит одесную Бога. Ищите всего, что связано с Богом и со Христом. Стремитесь познавать Его, стремитесь возвышаться мыслями и душой к Нему. Почему? Духовное воскресение дает нам также новые мысли. Следующий стих, Колоссянам 3.2. О горнем помышляйте, а не о земном. Он продолжает те же самые слова. Если вы воскресли со Христом, то о горнем помышляйте. Воскресение дает нам новые мысли. Мы получаем способность думать не просто о том, что у нас внутри, или что окружает нас, или о каких-то земных вещах, или о каких-то своих интересах. Мы получаем способность мыслями возноситься туда, на небеса. Выходить за пределы этой материальной вселенной. И помышлять о горнем, а не о земном. Но воскресение также дает нам новую способность жить по воле Божьей. Наше обращение ко Христу, наше духовное воскресение, рождение свыше, дает нам способность жить по воле Божьей. 1 Петра 4.1-2 стихи. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Апостол Петр вторит Павлу. Он говорит о том же самом. Страдающий плотью здесь это не просто страдания, так скажем, какие-то бытовые. Речь здесь идет об Иисусе Христе, который пострадал за нас плотью на кресте. Речь идет о нашей смерти. Так вот, если мы умерли для прежней жизни, он говорит, вооружитесь той же мыслью. Страдающий плотью перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, то есть желаниям, но по воле Божьей. Воскресший получает способность жить по новым желаниям, желать того, что угодно Богу, желать воли Божьей, а не человеческих желаний. Он получает способность жить по воле Божьей. Духовное воскресение дает нам новую надежду. Первая Петра, первая глава, третий стих. Новая надежда. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Возродивший, то есть вдохнувший в нас новую жизнь. Воскресивший. Какой силой? Воскресением Иисуса Христа из мертвых. То, о чем мы сейчас как раз с вами говорим. Через единение со Христом мы слились с Его воскресением. И вот это воскресение вдохнуло в нас силу воскресения. Что же это произвело? Он возродил нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. У нас появилась новая надежда. Надежда на вечную жизнь. Надежда на небеса. Способность возлагать свое упование на Господа. Таким образом, дорогие друзья, если мы обобщим все, что уже сказали, мы увидим, что после рождения свыше у нас начинается совершенно новая жизнь. Поэтому не зря апостол Павел написал 2 Коринфянам 5.17. Итак, кто во Христе, тот новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Подумайте. Новое творение. Апостол Павел говорит в терминах книги бытия. Когда не существовал Адам. Или когда он был еще просто вот сформирован из материи, из физической материи, но еще не имел души до того, как Бог вдохнул в него дыхание жизни. Это было просто безжизненный кусок материи. Но Бог вдохнул в него дыхание жизни. И он стал новым творением. И вот, дорогие друзья, кто во Христе, тот новое творение. Бог вдохнул в нас новую жизнь. Он изменил нас полностью. Мы так же сильно отличаемся от себя прежних, как Адам отличается от той земли, из которой он сформирован. Интересно, что земля по-еврейски Адама. Поэтому человек и получил название Адам, потому что создан из Адама. Но как Адам отличается от Адама, так же и мы отличаемся от своей прежней жизни. Название похожее, но сущность другая. Когда Бог воскрешает нас к духовной жизни, когда Он дает нам рождение свыше, начинается действительно совершенно новая жизнь. Кто во Христе, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Галатам 6 глава 15 стих. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Обряды ничего не значат во Христе. Обрезание или необрезание. Исполнение религиозных обрядов во Христе не имеет значения. Они имеют лишь символическое значение, напоминающее. Но обряды не равняются спасению, и обряд не равняется новой жизни. Обрезание не равняется соблюдению закона. Так и крещение не равняется христианству. Во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание, ни крещение, ни причастие. Нет, конечно, и обрезание имеет свое значение в правильном контексте. Символическое значение, указывающее на смысл Божьих заповедей, напоминающее. И крещение имеет свое значение на своем месте. Символическое значение, указывающее на то, что Господь совершает с нами. И причастие имеет свое значение, да? Но по отношению к вечности, по отношению к спасению, это не имеет ровным счетом никакого значения. Как обрезание не делает человека автоматически спасенным, так и крещение не делает его христианином. И причастие не дает ему вечной жизни. Ни обрезание, ни необрезание, никакие другие обряды не имеют значения, а только новое творение. Стали ли вы новым человеком? Родились ли вы свыше? Преобразил ли вас Бог изнутри? Дал ли он вам новое сердце? Воскресли ли вы со Христом? Вот что имеет значение. Только новое творение, вот что имеет значение в Иисусе Христе. Стали ли вы новым творением? Итак, после рождения свыше у нас начинается совершенно новая жизнь. Кто-то спросит, но если после рождения свыше у нас началась новая жизнь, то почему в нас еще так много старого? Подумайте. Если после рождения свыше у нас все новое, то почему у нас еще так много старого? И здесь нам на помощь придет аналогия с Лазарем, которого воскресил Христос из мертвых. «Когда Лазарь воскрес и вышел из гробницы, то он был обвит по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его было обвязано платком» Иоанна 11, 44. «Несколькими минутами раньше, давайте вспомним эту историю, Марфа воскликнула «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». И вы теперь подумайте. Когда Лазарь вышел из гробницы, он вышел обвитый этими пеленами, этой своей старой одеждой. И от этих старых платков, надо полагать, пахло трупом. Хотя Лазарь был новым воскресшим человеком, от него еще пахло старым. Так мы, мы воскресли, но мы еще смердим». Не правда ли? Мы воскресли, но мы еще смердим. «В нас еще остается неизмененное тело». Библия говорит, что мы только ожидаем усыновления, искупления тела нашего. Это Римлянам 8 глава. Когда мы, даст Бог, дойдем до 8 главы, мы разберем это учение, описание более подробно. Так вот, в нас еще пока остается неизмененное, неискупленное тело. В нас остаются остатки старых привычек. Поскольку наше тело неискуплено, поэтому оно идет в могилу. Душа искуплена, она идет к Богу. Тело неискуплено, идет в могилу, чтобы разлагаться. Итак, в нас остается еще старое тело со своими привычками, инстинктами, гормонами, со своей животной, так сказать, частью. Писание, кстати, говорит иногда о человеке в терминах животных. В нас остаются остатки старых привычек. В нас остается память о старых делах. Поэтому мы должны продолжать бороться с грехом. В связи с этим обновленная жизнь для христианина – это и совершившийся факт, и повеление. Подумайте об этом. Обновленная жизнь для христианина – это и совершившийся факт, и повеление. В нашем же четвертом стихе мы читаем «И так мы погреблись с ним крещением в смерть». Это совершившийся факт, это то, что уже произошло. «Дабы, как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Это и следствие, следствие смерти и воскресения. И цель, дабы нам ходить в обновленной жизни. «Так давайте же ходить в обновленной жизни», – говорит Павел. «Бог дал нам новую жизнь, и наша задача – стараться жить именно этой новой, а не старой». Об этом мы будем еще с вами говорить в следующих проповедях. Мы увидим это более подробно будет объясняться, разворачиваться дальше в шестой главе послания к римлянам. Итак, братья и сестры, мы воскресли, но мы еще смердим. Мне хочется сказать, что некоторые из вас смердят чуть сильнее, чем другие, некоторые чуть слабее, но все мы смердим, и я тоже. И поэтому Господь повелевает нам, поскольку Он нас воскресил уже, поскольку началась новая жизнь, поскольку внутри нас все новое, давайте же жить этой новой жизнью. Как мы можем возвращаться к старой? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли, мы и воскресли, воскресли к новой жизни. Оставаться в грехе – это все равно, что для Лазаря было бы держаться за вот эти вот свои погребальные пелены, провонявшие трупом, и обратно ползти в эту гробницу, и держаться за эту гробницу, и не вылазить из нее на свет, но держаться там в темноте, забившись в какой-нибудь уголок – это совершенно неестественно для воскресшего человека. Это странное и патологическое желание. Поэтому оставаться ли нам в грехе, говорит апостол Павел, нет, это было бы для христианина патологическим желанием, это было бы совершенно неестественным, это было бы, по-другому скажу, противоестественным. Наоборот, воскресший идет к свету, воскресший хочет сбросить с себя остатки старого, облечься во все новое. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Нет, как это возможно? Мы воскресли для новой жизни. Итак, воскресение осуществляется великой Божьей силой, и воскресение открывает в нас новую жизнь. Теперь давайте в заключение посмотрим на третью характеристику нашего духовного воскресения. «Воскресение гарантируется союзом со Христом». «Воскресение гарантируется нашим союзом со Христом». Посмотрите на следующий, пятый стих. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Здесь сказано, что мы соединены со Христом. «Употребленное здесь в греческом оригинале слово означает, что мы как бы растем вместе с Ним, как ветка растет на дереве. Мы со-растем Ему, соединены с Ним, как ветка соединена с деревом. Мы как бы привиты к Нему, как ветвь прививают к дереву». Вот этой аналогией привития ветви к дереву часто пользуется Священное Писание. Римлянам 11 глава, 17-18 стихи. Римлянам 11, 17-18. Там апостол Павел говорит, опять же мы немножечко забегаем вперед, но это важная аналогия. Он там говорит о судьбах евреев и язычников. Евреи как бы как природные ветви естественным образом росли на вот этой вот, на этом стволе народа Божьего. Евреи были избранным Божьим народом от Ветхого Завета. Это естественные природные ветви. Но они из-за неверия, из-за непринятия Христа, Мессии, они отломились как народ от этого корня. И на их место прививаются язычники. Язычники, которые приняли Иисуса Христа, верою привились вот к этой маслине и стали народом Божьим. Они не были народом Божьим изначально, по праву, по Божьим обещаниям. Бог не давал им никаких обещаний. Но вопреки всему этому, по милости Божьей, мы, неевреи, оказались привиты через Иисуса Христа вот к этому корню народа Божьего. И мы стали его народом. И вот посмотрите, что здесь апостол Павел говорит. Римлянам 11, 17, 18. Если же некоторые из ветвей отломились, речь идет о евреях, некоторых из евреев, да, понятно, что некоторые все равно остались верующими, а ты, дикая маслина, то есть не принадлежавшая вот к этому корню, привился на место их. Итак, Писание описывает наше приобщение к народу Божьему, как привитие ветки к дереву. Вы когда-нибудь видели, как прививают ветви к деревьям? Допустим, когда прививают какие-то новые ветки, чтобы гибридные растения выводить. Вот я знаю, что здесь есть некоторые садоводы, которые, наверное, сами своими руками эту процедуру проводили. Я никогда этого сам не делал, но я посмотрел в интернете, как это делается. Так что теперь я все знаю. Шучу, шучу, конечно. Вот. Есть много способов привития, как я прочитал. Но вот один из самых простых способов – это надрезается кора в виде такого Т-образного разреза, и туда срезом вставляется веточка, приматывается. И потом, через несколько недель, эта веточка оживает, она сливается вот с основным деревом, прорастает вот этими капиллярами, появляется общая система, она начинает питаться от этого корня. И она остается жить на новом корне, на новом стволе. За счет чего она остается жить? За счет сока вот этого корня. Она получает питание от этого корня. От этого корня она может получить морозоустойчивость, она может получить новые характеристики, которыми то первое дерево, от которого она взята, не обладала. То есть она получает силу от нового корня. И вот апостол Павел говорит, если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины. Когда мы прививаемся ко Христу, мы становимся общниками его корня и сока. Мы уже от нового корня получаем жизнь. Не от того, где мы раньше были, от нового корня, от Иисуса Христа. И нас наполняет, как ветвь, наполняет сок от этого нового корня. Ты стал общником корня и сока маслины. То не превозносись, пишет он перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Теперь, когда мы привились, корень держит нас. И Иисус Христос держит нас. Дорогие друзья, вот таким вот образом мы соединены с Иисусом Христом. Не случайно Он сравнивает себя с лозой, а нас с ветвями. Иоанна 15 глава 5 стих. «Я есть лоза», — говорит Он, — «а вы ветви, кто пребывает во Мне, и Я в нем тот приносит много плода, ибо без Меня не можете делать ничего». Как ветка без лозы, без корня, она не может сама по себе жить. Она не может сама по себе приносить плод. Она не может противостоять ветрам и засухе и так далее. Но она получает сок от маслины, от корня. Также Христос говорит, «Без Меня не можете делать ничего. Я лоза, а вы ветви. Но зато, если вы пребываете во Мне, если вы едины со Мной, если ваша система духовная соединена со Мной, если вы питаетесь силой воскресения Его, кто пребывает во Мне, и Я в нем тот приносит много плода». Итак, дорогие друзья, это ясное учение Священного Писания, что через веру мы привиты ко Христу. И наше привитие ко Христу гарантирует, что мы получаем от Него новую жизнь. Сила воскресения Христа начинает пробиваться через нас в нашей жизни. Закваска Царства Божьего, которая сначала была очень маленькой, захватывает нас полностью, все тесто оказывается захвачено этой закваской. Помните, Христос в притчах своих говорит, «Царство Небесное подобно закваске, ее маленькое количество кладут в большое количество муки, и оно заквашивает все». Также и у нас. Царство Божие поначалу, оно чуть-чуть, маленькое место занимало в нашей жизни, но сила воскресения его действует. Царство Божье все больше и больше захватывает все уголки нашей жизни, и оно начинает светиться через нас, меняется наша жизнь, меняется наше выражение лица, меняется наша речь, меняются наши поступки, меняются наши отношения. Сила воскресения его начинает нас трансформировать. «Кто пребывает во мне, я в нем, говорит Христос, тот принесет много плода». И как мы прочитали здесь, в пятом стихе, «Если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Кстати, здесь не совсем точный перевод. Более правильно перевести «не должны быть», а «будем». Здесь употреблено обычное будущее время. «Если мы соединены с ним подобием смерти его, то будем соединены и подобием воскресения». Это неизбежность. Это не просто пожелание, которое апостол Павел выражает, что «как бы должны, но не у всех получается», да? Нет. Он совершенно четко заявляет, «Если мы соединены с ним подобием смерти его, то будем соединены и подобием воскресения». Это обязательное логическое следствие нашего соединения со Христом, нашего привития ко Христу. Как привитие ветви к лозе гарантирует, что она получит от лозы сок, так и наше привитие ко Христу, дорогие друзья, гарантирует, что мы получаем от него силу воскресения. Важно заметить, что вот эта сила новой воскресшей жизни, действующая в нас, становится возможной лишь благодаря нашему единению со Христом через веру. Душа вступает в этот союз со Христом верой. Верой мы становимся общниками корня и сока маслины. Верой мы прививаемся к нему и становимся ветвями на этой лозе, которая есть Господь Иисус Христос. И вот только через эту веру, через это внутреннее духовное единство, его сок начинает течь через нас. Сила воскресения его наполняет нас, и наша жизнь становится новой. Писание многократно подчеркивает, что именно его воскресением, и его силой, и в единстве с ним все это происходит. Ефесянам 2 глава, 5-6 стих. Ефесянам 2, 5-6. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом». Заметьте, не просто сказано «нас, мертвых по преступлениям, оживотворил». Духовно мертвых сделал духовно живыми. Со Христом. Только в единстве со Христом это возможно. Без единства со Христом никакой человек не может стать духовно живым. 6 стих. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Воскресил с ним. Опять же, лишь в единстве с Иисусом Христом мы можем испытать силу воскресения в нашей собственной жизни. Евреям 13 глава, 20-21 стихи. Евреям 13, 20-21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря, овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Смотрите, вновь подчеркивается. Воскресение Иисуса Христа и Его действия в нас через силу воскресения. «Воздвигший из мертвых пастыря, овец великого». Вот оно, воскресение Иисуса Христа. Бог воскресил Его из мертвых. «Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Через силу воскресения Его Бог производит в нас все добрые плоды и изменения в нашей жизни. Ему слава во веки веков. Аминь! Завершает автор послания к евреям. Итак, дорогие друзья, оставаться ли нам в грехе, раз мы спасаемся не делами, а благодатью? Никак нет. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И мы воскресли для новой жизни, посвященной служению Богу. Как же мы можем сознательно возвращаться в смерть? Как можем сознательно заползать вновь в гробницу, закутываться опять в эти погребальные пелены, от которых смердит? Как же мы можем сознательно выбирать то, что противно Богу, если мы воскрешены для новой жизни угождения Богу? Ответ на этот вопрос очевиден. Тот, кто испытал силу смерти Христа и силу его воскресения, он не будет сознательно возвращаться к греху напротив. Его сознательные усилия будут направлены на то, чтобы бороться с грехом. Даже если он будет продолжать падать, даже если еще пока эта трансформация не до конца завершилась, даже если пока еще мы воскресли, но смердим, его сознательные усилия будут направлены на борьбу вот с этим смердящим запахом, со всем, что в нем остается старого от прежней греховной жизни, потому что он испытал силу смерти его и силу воскресения его. Много лет назад в Филадельфии был произведен научный эксперимент. Человека, приговоренного к смертной казни, в течение 10 минут после его смерти взяли в физиологическую лабораторию. Там к его мозгу поспешно подключили разного рода электроды, и они стояли перед таким вопросом, были озадачены таким вопросом. Можно ли вернуть жизнь телу, которое покинула душа? Применяя электрический ток к разным областям головного мозга, они смогли заставить это тело совершать разные движения, вызывая сокращение разных мышц. Но жизнь вернуть так и не смогли. Дорогие друзья, человек своими усилиями может лишь имитировать жизнь Божью, но настоящую жизнь вдыхает Христос. Поэтому придите ко Христу, спешите ко Христу, обратитесь к Нему с верой. Если в вас сейчас не хватает этой веры, ничего страшного, Он даст ее. Попросите Его. Господи, верую, но помоги моему неверию. Все, чего мне не хватает, дополни, восполни, укрепи мою веру. Если вы еще, может быть, далеки от Бога, или только первые шаги делаете, помолитесь Ему такими словами примерно. Скажите, Господи, Ты видишь, я пока еще не знаю, как веровать. Я не чувствую в себе этой веры, но помоги мне, если Ты есть. Хотя бы так, даже если вы так помолитесь, если Ты есть, ответь мне. Он есть, и Он ответит. Христос говорил, вы умеете даяние благие, если вы, будучи злы, говорит Он людям, умеете даяние благие давать детям вашим, как мы вчера на праздник детям дарили подарки, то неужели Отец ваш Небесный не даст Духа Святого просящим у Него? Просите у Него, и Он обязательно даст. И пусть сила воскресения Его действительно сделает вас новым человеком, верующим человеком, человеком, который живет в единстве со Христом, как ветка на лозе, привитая к лозе. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что Ты учишь нас через Твое Слово. Великое и удивительное обещание Ты даешь каждому, кто обращается к Тебе, принять его, простить его грехи, очистить его для вечности. И не только простить, не только пообещать будущую жизнь, но Ты уже сейчас вдыхаешь новую жизнь, энергию воскресения Христова. Так что мы становимся новыми людьми, преображаемся в жизни с Тобой. Помоги же нам и сознательно пребывать вот в этой новой жизни. Помоги избирать не старое, но новое. Помоги стремиться к тому, что угодно Тебе. Помоги помышлять о горнем, а не о земном. Помоги искать горнего, а не земного. Помоги постоянно пребывать в единстве молитвенного общения с Тобой, созерцания Тебя и познания Тебя в Священном Писании. Твоя жизнь да наполняет нас сполна, и через края Ты изливается через нас. Аминь. Аминь. Слава. Слава.